МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта реформа уже третья за 18 лет, к чему она приведет на этот раз. Прокуратура провела проверку в Министерстве экологии. Установлены нарушения. В Красноярске закрылись еще два торговых центра. Они не прошли проверку на пожарную безопасность. Пожар в Октябрьском районе минувшей ночью унес жизни четырех человек. Около полуночи в садовом товариществе «Родничок» загорелся частный дом. В этот момент там находились мужчина, две женщины и ребенок. Все они, к моменту, когда приехали спасатели, были уже мертвы. Сам пожар удалось потушить всего за полчаса, однако на площади в 40 квадратов ничего не осталось. Изначально предполагалось, что причиной возгорания стало короткое замыкание, но сегодня краевые следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В выходные без бензина красноярцы получают сообщение с призывом воздержаться от покупки топлива по субботам и воскресеньям. Акцию протеста организовала Федерация автовладельцев России. Согласно тексту сообщения, если владельцы АЗС увидят резкое снижение спроса на топливо в выходные, они опустят цены на бензин. Это сообщение уже приобретает вирусный характер. Горожане, которые приняли решение в акции участвовать, рассылают его и своим знакомым, чтобы как можно больше людей приобщились к протесту. Напомню, за прошедшую неделю бензин подорожал на всех крупных АЗС города. Сейчас литр самого ходового 92-го стоит 40 рублей, а АИ 95 – 42 рубля 30 копеек. Главная причина роста, говорят эксперты, – рыночная ситуация, при которой нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо за границу. Этой весной в городе началась транспортная реформа. За последние 18 лет уже третья по счету. В этот раз с улиц города уже убрали 4 маршрута, еще 6 автобусов уйдут в первые дни июня. Не говоря и об изменении схем движения 10 маршрутов. Что происходит с общественными перевозками и чем закончились предыдущие транспортные реформы? Изучал мой коллега Илья Кербсон, сейчас в студии. Илья, когда в городе в последний раз были такие же, пожалуй, кардинальные изменения в работе общественного транспорта? Лиза, ну в 2008 году чиновники уже пытались провести масштабную транспортную реформу, но тогда жители окраин города остались ей недовольны. Чтобы добраться на работу или в центр города, им пришлось ехать с пересадками. Например, реформа не понравилась жителям Базаихи и любителям отдыха на столбах и в Ровом ручье. В департаменте транспорта тогда пошли на уступки горожан и вернули сразу 3 маршрута в старую схему. При этом в этом году чиновники также обещают учесть все свои ошибки, но пока у них, собственно, это мало получается. 10 лет назад в ходе реформы было оставлено всего лишь 50 маршрутов, при этом убрали с дорог старые 350 пазиков и их заменили на 190 новых больших автобусов. А в этом году, по иронии судьбы, что ли наоборот случилось, когда убрали большие автобусы и заменили 32-й и 3-й маршруты вот такими вот маленькими. В 2015 году о транспортных реформах вновь заговорили. Идею модернизации тогда поддержал экс-губернатор Красноярского края Виктор Толуаконский. Давайте вспомним, что он говорил в нашем интервью. Не должны автобусы друг за другом гоняться, обгонять, гоняться за пассажиром. Они должны жестко выполнять свой график, тогда будет всем удобно, люди к этому привыкнут, будут современные электронные информационные возможности, что каждый человек будет знать, когда его маршрут подойдет. Информационные и электронные табло действительно появились, но лишь на остановках улицы Перенсона и театр оперы и балета. После реформы вновь забыли еще на три года. И теперь сами перевозчики уже выступают за изменения схем движения. В городе меняются маршрутные притяжения, то есть меняются заводы, меняются, закрываются, открываются. Есть торговые центры, люди меняют работы в центре притяжения. Поэтому в любом случае маршрутная сеть должна адаптироваться под город. Открылись микрорайоны новые, где-то запролелись. Наоборот, упал пассажиропоток на том направлении, в котором раньше ездили много. Вместе с изменениями схем движения автобусов, также отмены 10 маршрутов, с реформы может прийти и модернизация нововведения по тарифу перевозок. Первое – это пересадочная транспортная карта, когда за определенную сумму пассажиру разрешено в течение 30 или 60 минут использовать безлимитное количество поездок. А второй тип тарифного плана – это расчет в городском общественном транспорте по банковской карте. Но отмечу, что это лишь разработка местной администрации. Когда мы будем ездить по такому тарифу, никто точно не уточняет. Накануне в ночных новостях ТВК у нас был гость, руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров. Он сообщил, что кошелек при этих всех реформах красноярцев ни в коем случае не пострадает. Давайте послушаем. Цену на поездку определяет у нас субъект Федерации. Это прерогатива его. По цене с перевозчиками идут переговоры. Они довольно тяжело, но мы продвигаемся. Почему тяжело? Они хотят поднять? Ну, как вы считаете? Конечно, хотят заработать больше. А как намного? Имеется в виду, я сейчас объясню, чтобы две поездки стоили по 15 рублей. Если человек пересаживается в течение, допустим, получаса. Если в течение 60, допустим, она будет другая цена. Ну, также известно, что изменение схем движения еще допустимо. Его могут скорректировать в зависимости от ваших мнений, от ваших обращений в департамент транспорта. По номеру телефона 265-31-19. У меня на этом все. Лиза. Спасибо, Илья, за такой подробный рассказ про новую транспортную реформу. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Пока к другим темам. Краевое министерство экологии допустило нарушение законодательства при отборе региональных операторов по утилизации бытовых отходов. К таким выводам пришли в прокуратуре Красноярского края. Напомню, в марте были объявлены конкурсы по отбору компаний, которые должны отвечать за уборку мусора, его транспортировку и утилизацию на территории всего региона. Таких фирм нужно было выбрать 19, однако на данный момент в министерстве отобрали лишь 4 компании. В связи с этим в адрес исполняющего обязанности министра экологии уже внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, природоохранным прокурорам внесено представление в отношении мэра Красноярска из-за многочисленных несанкционированных свалок на территории города. В прокуратуре посчитали, что средств на их ликвидацию было выделено недостаточно, как и внимания этому вопросу в мэрии уделили недостаточно. Еще два торговых центра оказались небезопасными для посетителей. Накануне комплекс «Юг» на Свердловской опечатали судебные приставы. Там нашли нарушение пожарной безопасности. Также еще неделю назад приставы закрыли торговый центр «Рич-Тойс» на шахтеров. Он также не прошел проверку. Теперь эти комплексы не будут работать до полного устранения всех нарушений. Я напомню, недели ранее из-за угрозы пожара приставы опечатали сразу два магазина хозяйственных товаров «Орбита» и «Вираж». В конце апреля закрыли часть торгового комплекса «Комсомольский», а в конце марта приостановили работу торгового центра «Вавилон». Масштабные проверки торговых центров начались после пожаров ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 60 человек. Три года судебной тяжбы за честно заработанные деньги. Накануне у городской администрации собрались бывшие рабочие завода монтажных заготовок. Они подали обращение мэру города в надежде, что городская администрация поможет им вернуть долг по зарплате. В 2015 году на заводе «Сиптехмонтаж» сменилось руководство. Тогда 202 человека, по словам активистов, сократили, при этом людям не заплатили за трехмесячный труд. Задолженность по документам и обращениям в прокуратуру составляет больше 2 миллионов рублей на 56 человек. Вот представьте себе, они три месяца не получали зарплату, потом через месяц устроились, то есть не получали деньги четыре месяца. Вы представляете, четыре месяца людям не получали деньги, вот они все здесь, да? Какой может быть уровень жизни? В администрации пообещали ответить работникам в течение месяца. Через две с половиной минуты расскажем про необычный Красноярский музей, о котором вы, возможно, и не знаете. А через семь минут, как прошел социальный фестиваль «Город Равнок». Это новости ТВК, мы работаем в прямом эфире. В Третьяковской галерее вандал повредил картину, Иван Грозный убивает своего сына. Инцидент произошел накануне вечером. Охранники галереи задержали мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло на картине и нанес ей серьезные повреждения. Так, холст оказался порван в трех местах в центральной части. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в отношении вандала». Им оказался 37-летний мужчина из Воронежа. Он находился в нетрезвом виде. По его словам, уничтожить полотно он решил из-за недостоверности изображенных на нем исторических фактов. А пока одни картины портят, другие своими руками создают целые музеи. Жительница улицы Баграда, 168, открыла у себя в доме необычный музей, который посвящен микрорайону Николаевка. Галина Петровна уже пять лет собирает старинные предметы у жителей этого района. В ее музее уже 1400 экспонатов. Есть и старинные деньги, одежда и даже оконные ставни. Всем артефактам более ста лет хозяйка экспозиции рассказывает, идея создать музей пришла к ней случайно. Сначала она просто сделала фотовыставку, которую посвятила Николаевке, а потом решила организовать целый музей. Николаевку я люблю, работала почтальоном более 20 лет. И этот район я знаю, он мне родной. А потом я когда вижу, что у пожилых людей сияют глаза, приходят в музей и смотрят на экспонаты. Но как бы они вызывают ассоциации добрые, воспоминания, то это меня особенно радует. Посетить музей может любой желающий. Он находится в Николаевке на улице Баграда, 168. Вход стоит 100 рублей. Экскурсии проводятся по предварительной записи. Звонить нужно по номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Танго вдвоем с конем. В Красноярске прошли седьмые ежегодные соревнования на Кубок главы города по конному спорту. В первый день соревнований наездники состязались в костюмированном кюре, своеобразном танце лошади с выполнением обязательных элементов. Животные должны выполнить пируэты, проход со скрещиванием и переменой ног. Что больше всего удивило красноярцев, это наездницы в длинных платьях совершали сложнейший маневр, при этом не отдавая совершенно никаких команд. Завтра пройдет второй день соревнований, где разыграются финальные награды. Стартует он на ипподроме аграрного университета в два часа дня. Вход свободный. Каково это быть участковым, из чего стреляли полицейские 300 лет назад и что сделать, чтобы стать сотрудником правоохранительных органов? На эти и другие вопросы студентам ответили сами полицейские. В СФУ правоохранители устроили настоящую ярмарку вакансий и познакомили желающих со всеми службами органов внутренних дел. Так, на площадке уголовного розыска было представлено оборудование для скрытого наблюдения и самый тяжелый бронежилет, порядка 20 килограммов. Такое снаряжение, по словам полицейских, выдерживает прямой огнестрельный выстрел. А на историческом стенде представили оружие тогда еще милиционеров времен Великой Отечественной войны. Чемпион мира по паратриатлону и учитель физкультуры. В Красноярской школе номер 50 в Ленинском районе работает необычный педагог. Владимир Солодовников инвалид с детства. В феврале он стал чемпионом мира по паратриатлону. Обучители с неограниченными возможностями. Сюжете далее. Своя технология. Владимир Анатольевич готовится к забегу на чемпионате города. Он заявлен в категории паратриатлонистов. Равняйсь. Смирно. А это Владимир Анатольевич уже ведет урок физкультуры в 50-й школе. Да, он учитель, а еще чемпион мира по зимнему паратриатлону. И в школе его фотография висит на доске почета. Владимир Анатольевич инвалид с детства. В 11 лет он попал под машину. Многочисленные операции результата не дали и ногу пришлось ампутировать. Но педагог рассказывает, что именно после этой аварии у него появился интерес к спорту и туризму. Всю жизнь с детьми работал. Еще со школы, со студенчества в туристическом клубе инструктором был. Физкультурный спорт по жизни так получилось, что вовлечен в эту деятельность физкультурно-оздоровительную. Начинал для людей с ограниченной возможности, но потом постепенно перешел, что осознал, что вполне могу и в обычной школе работать. И вот более 20 лет Владимир Анатольевич учит детей правильно делать пас в волейболе и забивать головы в футболе. Дети от своего учителя в восторге, признаются, урок физкультуры самый любимый в школе. Мне всегда интересно играть, когда мы играем в волейбол. И он все время объясняет, если, к примеру, плохо кинул, он начинает тебе помогать. Учитель всегда подстраивается под нас, в том смысле, что он говорит, что нужно, что делать, что нельзя делать. Всегда слушает нас. Мы хотим играть в игру, и он нам это разрешает, он чувствует каждого ученика. По словам Владимира Анатольевича, самое главное его достижение – семья. У него три дочери и четверо внуков. Именно их поддержка и помогает ему побеждать. Следует не забывать, что на первом месте все-таки стараешься не забывать про семью. То есть знаешь, что есть семья, есть тыл, есть люди, которые ждут, и для которых стараешься в первую очередь жить. Софья Питеркина, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Квиз, 3D-рисование и керлинг на колясках. В Красноярске сегодня прошел социальный фестиваль «Город равных. Строем вместе». Его цель – познакомить красноярцев с социальными проектами, которые действуют в нашем городе. Все подробности в сюжете Софьи Питеркины. День семьи и верности или День Петра и Февронии. Для интеллектуалов игры в квиз и керлинг на колясках – для самых активных. На острове Татышев сегодня впервые проходит фестиваль социальных практик «Город равных. Строем вместе». Очень давно мы мечтали совместно с некоммерческими организациями, учреждениями социальной защиты сделать фестиваль социальных практик, которые есть в нашем городе. Мы очень хотим, чтобы наш город был современным, чтобы он был очень удобным, комфортным для всех горожан. На фестивале работали сразу 10 площадок. На каждой – своя социальная услуга. Например, на площадке социального такси показали новые автомобили, которые перевозят по городу маломобильных граждан. А на одной из площадок представлено вот такое необычное приспособление – это сноу-слайдер. По сути, лыжа, но для людей с ограниченными возможностями. То есть человек, который никогда в жизни не мог ходить, может просто взять и проехаться на лыжах. Есть и летний вариант для катания на роликах. А вот на площадке керлинга всех желающих учили правильно катать шар и даже провели небольшой любительский турнир. Я уже второй год занимаюсь керлинг на колясках и обязательно буду участвовать на этой площадке. И у нас сейчас, в этот день, закрытие сезона керлинга на колясках. Так что у нас двойной праздник закрытия. Фестиваль посетили более 500 человек. Это и волонтеры, и участники, и обычные горожане. Это очень нужное мероприятие, очень необходимое. Она развивает добро прежде всего и дает дорогу развитию всех самых добрых начал. Посетил в фестивале глава города Сергей Еремин. Он наградил грамотами участников фестиваля, а на одной из площадок даже примерил для фото костюм хоккеиста. Этот фестиваль должен в Красноярске стать традиционным, чтобы мы все вместе вот так могли собираться на одной площадке, улыбнуться друг другу, поделиться нашими впечатлениями и эмоциями. А Красноярск будет этому способствовать. Теперь организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным. Софья Питеркина, Александр Тропин, Новости ТВК. Последний звонок под снегопадом. Школьники Норильска отметили свой последний учебный день – весенний мороз. Без снега, безусловно, не обошлось. Выпускники фотографировались на фоне трехметровых сугробов, лепили снеговиков. По словам очевидцев, всячески высмеивали тот факт, что май в Норильске совсем не май. Школьники даже не побоялись устроить выпускную фотосессию на улице в легких фартуках и костюмах. После рекламы расскажем про современный аналог судна «Ракета». Проект предложили Санкт-Петербургские судостроители. И новая серия проекта Натальи Кичиной – кинохроники Красноярья. В ближайшие пару лет в Крае может появиться новый целлюлозно-бумажный комбинат. Эти планы озвучил временно исполняющий обязанностью губернатора Края на петербургском экономическом форуме. Коллегам по дискуссии он заявил, что Край уже готовится к строительству ЦБК. Для этого, по словам УСА, выбраны три подрядчика, но только один из них в итоге возьмется за строительство. Прозвучала и цена объекта – минимум полтора миллиарда долларов. Вместе с этим было озвучено, что Федерация одобрила Краю 10 крупных инвестиционных проектов. Еще 9 находятся на согласовании в правительстве страны. Направлены они будут в основном на высокотехнологичную обработку леса. Нашему Енисею современный флот. Руководство Края заинтересовалось обновлением всего Енисейского речфлота, как грузового, так и пассажирского. Чтобы выслушать предложение, красноярская делегация посетила Средненевский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Подробности в сюжете далее. За 100 лет существования Средненевского судостроительного с его верфи ушло более полумиллиона судов, как для отечественного флота, так и за границу. Специалисты этой компании в свое время разработали судно А-45-1, известное красноярцам под названием «Ракета». Однако такие суда уже прошлый век, и питерские судостроители готовы предложить современную альтернативу. Чем отличаются эти суда от того, что сегодня есть в эксплуатации в этой компании у вас на Енисеи? В первую очередь отличаются тем, что эти суда существенно более комфортные, и они в первую очередь созданы не для того, чтобы просто транспортировать или перевозить пассажиров, а перевозить их с совершенно другим уровнем комфорта, к которым они привыкли, перемещаясь на тех судах, которые сегодня есть в эксплуатации. К слову, в эксплуатации на Енисеи находятся всего два пассажирских судна, срок службы которых вот-вот закончится. Именно по этой причине временно исполняющий обязанности главы региона Александр Ус посетил Невскую судоверфь. По его словам, то состояние, до которого докатились пассажироперевозки по Енисею, нужно немедленно исправлять. Краевое правительство уже получило задачу изучить возможность приобрести новые суда. Причем на одном только питерском предложении край останавливаться не намерен. Стоит задача в этом году принять решение о приобретении или о лизинговой схеме приобретения как минимум двух судов пассажирских, туристического класса. Мы должны на рынок смотреть шире, оценить и какие существуют альтернативы. Может быть, в том числе и посмотреть предложение, которое имеется на вторичном рынке, с тем, чтобы Красноярск принял решение и рациональное, и устремленное в будущем. Как скоро это решение Красноярск примет и получит новенькие суда, глава региона не сказал. Однако добавил, что как только будет обновлен парк судов для пассажироперевозок, власти займутся и транспортировкой грузов. Как следствие, это отразится и на речных портах, мощность которых увеличится, и на туристическом потоке. Илья Филонов, Новости ТВК. Как всегда по субботам, проект Натальи Кечиной кинохроники «Красноярье». Сегодня о событиях 61-го года. В футбольном чемпионате, успехах доярок и художники Евгения Жепелевича. Красноярск. Здесь, в очередном матче на первенстве Российской Федерации по футболу, хозяева поля принимают иркутскую команду «Машиностроитель». Иркутяне играют в белой форме. Игра проходит очень напряженно. «Красноярский локомотив», а именно под таким названием, в 1937 году был основан футбольный клуб «Енисей». В чемпионате страны по футболу класса «Б» среди команд Сибири и Дальнего Востока в 1960 году особо не отличился. Хоть болельщиков тогда, как видите, собирались целые стадионы. Но о том, что страсти кипели не шуточные, говорит хотя бы тот факт, что журналисты, рассказывая об игре, нарушали негласное правило тех лет – читать все тексты только с официально протокольными интонациями. Потом вновь инициатива пришла к команде «Машиностроитель». Они сравнивают счет и вновь штурмуют ворота красноярских футболистов. Очередной прорыв, удар, гол! Со счетом 5-2 в пользу иркутян заканчивается этот интересный, напряженный матч. Об успехах сельского хозяйства в 60-е годы любили рапортовать, потому что было как о чем. Вот, например, в Карасукском совхозе в Хакасии на летних выпасах стали успешно использоваться передвижные доильные установки. Такие установки и механическая дуйка позволили закрепить за дояркой до 30 коров, вдвое больше прежнего. Все здесь, даже такая, казалось бы, мелочь, служит для того, чтобы облегчить труд. Лучшие доярки совхоза с гордостью говорили тогда, стали надоевать по 10-15 литров на корову. Кроме того, значительно снизилась себестоимость молока и облегчился труд колхозниц. Евгений Александрович Шепелевич живет и работает в Дивногорске. В свободное от работы время вся его семья выходит на натуру. Наташа, как и папа, тоже увлекается рисованием. Евгения Шепелевича еще при жизни стали считать создателем художественной летописи строительства Красноярской ГЭС и города Дивногорска. Этому он посвятил несколько сотен картин, преимущественно в технике Афорта. Умер Евгений Александрович в 93-м году. А шесть лет назад его взрослая уже дочь, та самая Наташа, передала около 200 картин отца в подарок Дивногорскому художественному музею. Центральная тема работ талантливого художника-любителя – строительство величайшей в мире Красноярской ГЭС, разбуженные человеком тайга, преображений Сибири. Наталья Кичина, новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино.